Всем огромный привет! Сегодня начинаем новый влог и хочу его начать вместе со своей маленькой девочкой Лулусиком. Это наша молния Лулу, она очень быстрая, но еще ее зовут Буханочка Лулу, да? Ну ладно тебе, не вырывайся. Давай чуть-чуть покажемся в эфире. Ой, разволновалась. В общем, ей пришло видео с ее родителями. Девушка, которая ее нам дала год назад у Лусика, она прислала папу и маму. И они там между собой переговариваются. Это так интересно. И Лулу, она прямо видно была, что она отреагировала на их разговоры между собой. Видимо, она вспомнила и маму и папу. В общем, думаю, будет вам интересно увидеть их. В общем, маму зовут Бусинка, а папу, если правильно назову, то Джиксер. Такое имя интересное. В общем, свинки, они имеют хорошую память и также реагируют эмоционально очень на радость. Это называется у них попкорнизация. То есть, когда они подпрыгивают на всех четырех лапках, это очень потешно смотрится. То есть, они подпрыгивают, могут там взвизгнуть как-то и могут несколько раз прыгать так. То есть, это очень интересно наблюдать за этими животными. Ты моя красавица. Ну, давай еще немножечко покажемся. Вот наша девочка. Не любит камеру, не любит фотографироваться, но вот такая стесняшка. В общем, еще будет во влоге у нас, мне пришло видео, тоже очень интересное. Снова из города Инта. Это республика Коми. И я очень-очень рада, потому что там будет северное сияние. Это очень-очень красиво, когда вот эти свечения, вот эти вспышки на небе происходят. Это просто, мне кажется, бесподобно. Мне оно очень понравилось. Думаю, вам тоже будет интересно. Ну, и во влоге также будет то, что мы приготовим какую-нибудь вкусняшечку вместе и погуляем. Итак, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok У нас снова распустилась яблоня. Уже ждем весну. Видно, что за окошком у нас снег, конец января. И такая красавица яблоня. Очень-очень радует нас. Никея, привет, красотка! Миленький девочка. Ну, а сейчас давайте что-нибудь с вами приготовим вкусненькое. Сегодня я подумала, что будет что-нибудь из курицы. Пережарила лук и филе курочки. Мелко порезала и в масле добавила немного соли. И сейчас покажу, какой делаю соус. Итак, смешиваю соус. Это ложка муки. Примерно столовая ложка масла подсолнечного. И йогурт. Йогурт я делаю сама. То есть, он не сладкий. Сделаю ссылочку на видео, в котором я показываю, как я делаю йогурт. Он выглядит вот так. То есть, пастеризованное молоко, теплое. Добавляю бифидобактерии. Можно купить их на аптеке. Можно на сайте, как я показываю видео. Без разницы. Готовится он очень-очень просто. Добавляйте молоко теплое и на батарею. И все. Йогурт готов. В соус добавляем курочку. Перемешиваем. И осталось только положить нам зелень. Зелень я хочу взять укропчик. И, наверное, чесночок. Итак, добавила я укроп и чеснок. Это придаст такой аромат. Просто обалденный. Вот такая вкуснотища у меня получилась. Аромат замечательный просто. Главное, поджарить хорошо курочку. Ну и затем уже добавляем соус. Пробуйте, девчонки. Это очень-очень вкусно. Соль по вкусу. Всем приятного аппетита! А у нас тут пение птичек. Красивое. И, наконец-то, солнышко. Минус 20. И яркое солнце. Пытаемся успеть на закат до озера. Потому что там будет просто вообще красотища. Решили мы пойти прямо по реке. Смотрите, сколько ёлок люди насадили. Вообще прям много. Вот, время года такое, что можно ходить прямо по реке. И не утонешь. Пытаемся успеть на закат. Дошли мы до озера. Смотрите, какая красота. Правда, солнце уже село, но всё равно всё это краски эти бесподобны просто. В общем, вот так красиво у нас. А с этой стороны всё в розовом цвете. Бело-розовое. Такая красота. Нежно и красиво. Возвращаемся уже обратно. И с другой стороны такие розовые облака. Так здорово смотрятся. В общем, с этой стороны розовые, а с этой оранжевые луна красивая. Мне кажется, чем морознее, тем ярче такие краски. Всё настолько прозрачное и такие прям насыщенные краски получаются. И сегодня, кстати, и птицы поют как-то по-весеннему. Хотя январь, да? Очень красиво. Очень красиво. А сейчас, как уже обещала, полярное сияние. Это такие вспышки на солнце, которые происходят в верхних слоях атмосферы. И можно любоваться с земли. Ну, где-нибудь там в Сибири. Ну, мне прислала девочка из республики Коми, как уже говорила. Настя, спасибо тебе огромное за такое чудо. Потому что мы здесь не можем наблюдать полярного сияния. Это действительно какое-то такое великолепие, когда вот эти вспышки, извержения происходят. Лучше, конечно, это видеть за городом. И, видимо, что здесь происходила съёмка за городом. Это очень-очень красиво. Итак, смотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok